Уголовное дело Арашуковых. Продолжаем. Вторая статья в газете «Комсомольская правда». Итак, читаем. Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников. Расследование Ульяны Скойбеды. Член следственной оперативной группы поделился с нашим обозревателем эксклюзивными подробностями громкого уголовного дела. Часть вторая. Фото подозреваемый в убийствах Рауф Арашуков с начальником оперативно-розыскной части МВД КЧР Тимуром Бетугановым. Этот полицейский должен был раскрывать преступление сенатора, а не кататься с ним в машине. Передо мной сидит член следственной оперативной группы. Интервью строго анонимное. Я знаю только то, что сотрудник «земли» и стоял у самых истоков разработки Арашуковского ОПС, организованного преступного сообщества. Итак, какие преступные схемы? Арашуковы воровали простым, обыденным способом. Одна из схем. Чтобы запросить у «Газпрома» какой-то объем газа, нужно определенное количество потребителей. Берут угловой дом. У него же номинально два адреса. Человек регистрирует газовый счетчик по одному реальному, а они по второму. В Дагестане выявлено более 70 тысяч таких липовых абонентов. Следственные документы в распоряжении «Комсомольской правды». Примечание редакции. Лишний объем газа преступники продавали налево. К примеру, приходит хозяин предприятия и говорит «Я готов платить по счетчику 20% и еще 30% вам в руки». То есть, ему выгодно. Он платит 50% от реального потребления. Им тоже. Невыгодно государству, потому что образуется дебиторская задолженность. Абонент не платит всю сумму. По правилам, таких неплательщиков должны отключать. Но Рауль Арашуков, будучи советником гендиректора «Газпром Межрегион Газа», пользуясь связями с руководством организации, эту задолженность списывал. В 2015-2016 годах по одному только Ставрополию списал 500 миллионов кубов газа. Хотя специалисты при одном взгляде на цифру говорят «Таких технических потерь быть не может. Завышены в сотни раз». Но «Газпром Межрегион Газ» подписал. Решение принимала куратор Северного Кавказа Наталья Коноваленко. Ущерб российскому государству составил миллиард восемьсот миллионов рублей. Вторая схема. К не очень ушлому абоненту заходят домой с проверкой. Быстро срывают пломбу на счетчике. Там всего лишь бумажка с голограммой. Даже если она надорвана, человек считается нарушителем. И за предыдущие полгода платят не по счетчику, а в десятки раз больше по максимальному потреблению или квадратуре помещения. А дома на Кавказе большие, многоточие. И человек понимает, что его надули и сделать ничего не может. Так списывался разбаланс газа. На входе в населенный пункт стоит счетчик и считает весь прошедший по трубе объем. Но часть-то продана мошенникам, многоточие. На бабушек списывали газ, который реально поставляли мошенникам. Да. В одном изъятом нами телефоне веселая переписка. Читаем. Обнаружили сорванную пломбу. Сейчас весь разбаланс на нее повесим. У них свой сленг. То есть, представляете, идут по домам газовики. Каждый счетчик опломбирован. Пломба проходит по журналу контроля. И эти работяги в курсе преступного умысла. Участвуют в нем, хотя имеют копейки. Это реально ОПС. Читаем дальше. Мафиозный размер. Вопрос. Каков размер преступного сообщества? Рядовые газовиков в него вгонять не будут. Это бред. Они сейчас дают показания, поют и будут петь. Всякую чушь. Тем более, что всем было понятно. Не будешь делать, что велят. Вылетишь с работы. А у Рауля с Рауфом, сенатором, то бишь. Примечание редакции. Фишка. Кто пошел против них, не мог в КЧР устроиться никуда. Я знаю человека, который руководил серьезным предприятием в тысячу человек. Стал неугоден Арашуковым и более 10 лет работает таксистом. С любой другой работ через месяц увольняют с формулировкой «извини, прости». С ними никто ссориться не будет. Лиза Мижева. Подруга убитого молодежного лидера Аслана Жукова. Об этом преступлении в первой части. Несколько лет сидела без работы, потому что выступила на суде и сказала. Аслана заказал Арашуков. Руслан Карданов, друг Жукова, сейчас руководит ДРСУ, дорожно-строительным участком Хабесского района. Это нищая организация с бюджетом в 3-4 миллиона рублей, которого едва хватает на зарплату. Так Карданову устроил травлю прокурор республики, которого Арашукова перетащили из Воронежа. Штрафует за непроведенные работы, на которые у организации просто нет средств. Чтобы вы понимали, в прокуратуре у Арашуковых большие связи были и остаются. Если вернуться к размеру сообщества, то в него входит руководство всех филиалов «Газпром-Межрегионгаза» по Северному Кавказу, Астрахань, Пятигорск. Так, Астрахань руководил племянник Рауля Руслан Арашуков. В Пятигорске некоторое время рулил будущий сенатор Рауф. Примечание редакции. Плюс руководство головного офиса в Ставрополе. Плюс сам Рауль. Всего около 50 человек. Это если не распыляться на исполнителей. Так можно в сотни уйти. Многоточие. И неотъемлемая часть УПС – правоохранительный блок, который прикрывал Арашуковых. 10-12 человек на самых высоких позициях. Итак, что это за правоохранительный блок? Читаем. Вопрос. Вы спрашиваете о родственнике Арашуковых в Следственном комитете Ставропольского края Шехмурзове? Примечание. Аслан Шехмурзов – сын родной сестры Рауля. Да, он в 33 года замруководителя регионального СК. Это, мягко говоря, головокружительная карьера. Но насколько задействован этот ресурс – неизвестно. Потому что в Ставропольском крае у Арашуковых все было схвачено лучше, чем в КЧР. Но Илону Япс, которую не пускают на принадлежащую ей по всем документам дачу Лесор, пугают именно Шехмурзовым. Про Илону Япс слушайте первую часть. По Илоне Япс. Насколько я знаю, вопрос решен положительно. У нее на руках решение суда о выселении Арашуковых. Просто оно в наглую не исполнялось. За это сейчас пытаются сделать крайними пристава исполнителя и начальника городского отдела службы судебных приставов. Хотя ясно, что такие решения принимаются на уровне края. Это схема. Суд обезопасил себя, принял законное решение, но ведь исполнить его – значит обидеть Рауля. У нас то же самое в Хабецком районе, в поместье Арашуковых, Адиюх-Пелос, где раньше был республиканский пионерлагерь, а теперь спа, теннисные корты и гостиница. Есть еще пруды с рыбой. Мне вам, приезжему человеку, даже сказать неудобно. Эти пруды, водохранилища, из которого пьют воду Хабецкий и Абазинский районы КЧР, Рауль захватил водохранилище, запустил туда рыбу, не говоря уже обо всех излишествах, которые на частных территориях на Бьянках происходят. В 2016 году Хабецкий райсуд вынес решение о том, что эти пруды надо огородить двухметровым забором с колючей проволокой. Несмотря на то, что это карманный суд Рауля, судья не мог поступить по-другому, ведь есть санитарные нормы. Допрашиваем главу водного хозяйства. Он говорит, ну мы никак не могли исполнить, охранники ворота не открывали. Все, что в республике шло против Арашуковых, правоохранительными органами блокировалось. Вот в декабре 2017 года полиция задерживает Капсергенова, посредника, через которого будущий сенатор Рауф сделал заказ на убийство Шебзухова. И киллеры когда-то говорили, что убивали в интересах Арашукова, и Капсергенов устал бегать и дал признательные показания. Назвал сенатора. Об убийстве Шебзухова слушайте в первой части. Выстраивается полная цепочка заказчик-посредник-киллер. Была надежда, что МВД и СК справятся самостоятельно. Но к лету 2018 года стало очевидно. Уголовное дело хоронят. Читаем дальше. Кейс Бастрыкина. Об этом я знаю от родственников потерпевших. Сначала Капсергенова попытались этапировать в изолятор временного содержания ИВС Хабецкого района, который славится тем, что на всех постах, включая пост главы района, там стоят бывшие охранники и водители Арашуковых. Родственники Капсергенова поняли, что заключенного удавят и устроили митинг перед ИВС. Потом оперативник Центра ЭКЧР попытался допросить помощника сенатора Гузера Хашукаева. Хашукаев вышел с допроса и заявил, что его пытали. СК тут же возбудил против опера уголовное дело и объявил в розыск. А сенатор Рауф Арашуков выкладывал в инстаграме фото в обнимку с Хашукаевым и предлагал за информацию о полицейском аж 2 миллиона рублей. Вернее, их предполагала целая группа инстаграм-каналов. Это было настоящее Мочилово. Бои без правил. Читаем дальше. В августе родственники убитого Шибзухова и убийцы Капсергенова побратались и вместе вышли на пикет перед СК. Семьи протестовали против того, что заказчикам делают одного Капсергенова, а Рауф Арашукова оправдывают. В самый разгар протестов в СК заявился уже один раз оправданный за убийство Жукова Аджиев. Смотрите первую часть. И второй раз заявил, что это он убийца. И тоже дал показания на Рауф Арашукова. Все это нужно было, чтобы заставить Следственный комитет забрать следствие по резонансным делам об убийстве черкесских политиков в центральный аппарат. Местный СК оказался настолько подконтрольным ОПС, что при желании там можно сажать сотрудников, начиная с исполняющих обязанностей начальника Булатова. К примеру, они сфальсифицировали полиграф-тест Арашукова, на котором тот говорит, что никогда не претендовал на должность премьер-министра и потому не видел Шибзухова соперником многоточия. Читаем дальше. Хотя есть аудиозапись, где Арашуков пять раз говорит, меня в премьеры. Работать в такой обстановке с родственниками было исключительно тяжело. Нам дети Шибзухова до конца не поверили. Жена отказалась сотрудничать. Люди попросту очень боялись. И, конечно, страшным ударом было появление летом в поместье Арашуковых Адиюхпелос Бастрыкина. Все принесли нам его фотографии. Вот, видите, у них все схвачено. Какие пришлось применять чудеса красноречия, чтобы убедить их дальше сотрудничать многоточием. Вопрос. Объясните, что случилось Александру Ивановичу напели о каких-то тамошних волшебных лечебных процедурах. Бастрыкин был на совещании в Весентуках и на один день заехал в Пелос многоточие. В конечном счете, происшествие сыграло нам на руку, потому что Бастрыкин профессионал и видит, когда им пытаются манипулировать. Дело очень быстро забрали в Москву после его приезда. Вот так вот получилось. Как раз все наоборот. Вопрос. Наверное, я вас расстрою, но ни один человек в республике не верит, что сенатора могли посадить из-за старых убийств. А схемы воровства газа еще в 2004 году детально были описаны депутатам Госдумы Гришневиковым, который требовал у Генпрокуратуры проверить деятельность Арашуковых многоточия. Два пожизненных дать, пусть сидят. Рауфа люди просто ненавидят. Если Рауля еще жалеет, к нему родители больного ребенка приходили, он деньги газовые вынимал из кармана, лечитесь. То насчет сенатора у 90% населения мнение. Два пожизненных дать, пусть сидит до самой смерти. Все, что про него писали, правда. Он в шестом классе перестал ходить в школу. В семье решили, что он уже очень умный. Ходил в секцию борьбы, ездил на соревнования с котлетой денег в кармане. В 13-15 лет, по оперативным данным, умудрился в Ставрополе задавить пенсионера. За руль посадили охранника Гашокова-Мурата. И Гашокова тоже отмазали. Дали условно. В Адеюх к Рауфу приезжали кто угодно. Катя Лель, Волочкова, Жанна Фриске. Мы изъяли прайс-листы и переписку в телефонах. Есть вариант заработать 50 тысяч за вечер. Много работы не будет. Евгомуков такой этим у них занимался. Жизнь Рауфа – это жизнь мажора. В поместье был специально выделенный человек, который каждое утро выезжал из Хабеза в Черкесск, чтобы у Рауфа, когда он проснется, был теплый батон. А в Красную Поляну, где сенатор отдыхал, ему хлеб возили самолетом из Москвы. Булка стоит 600 рублей. В Хабезе были, дом родительский стоит на улице Арашукова, рядом мечеть имени Арашукова и лицей имени Арашукова, а еще был кабак Скар. Знаете, как расшифровывается? Самый крутой Арашуков Рауф. И мы не разгребли бы это никогда, если бы он не связался с обычными уличными бандитами. Капсергенов, который передал заказ на Шибзухова, и Аджиев, который застрелил Жукова. Профессиональные преступники, криминальные авторитеты КЧР. Специализация – разбойные нападения и угоны автостранспорта. Рауф целенаправленно сокращал дистанцию с ними, дарил дорогие подарки, чтобы все знали, Арашуков имеет связи не только в политике, но и в криминальном мире. Есть информация, что Рауф заказал еще ряд убийств. Али Афаунова, руководителя охраны генерала Хапсирокова в 2003 году, и начальника СИЗО Черкесска Джанаева в 2006 году. Киллер по Афаунову уже известен. Тайм дальше. Спецоперации в Совете Федерации. Итак, Арашуковы были уверены в своем ресурсе. Они видели, что Следственный комитет возобновляет все старые дела, но не поверили, что это всерьез. Рауф младший обнаглен настолько, что избивал возле здания МВД свидетеля по уголовному делу об убийстве Жукова. Четверо охранников держали, сенатор бил, пока полицейские не подбежали. Свидетель потом месяц пролежал в больнице. Рауль, старший, весь январь просидел в одиюхе на стакане. Он праздновал не день рождения, как все написали, он праздновал избавление от нас. Задержание готовилось в строжайшем секрете. 30 января здесь, на Северном Кавказе, высадился десант из 100 сотрудников Центрального аппарата СК и ФСБ РФ, которые вместе с местными управлениями в один день провели 52 обыска. Каждая группа следователей до последнего момента не знала, куда летит, а адрес, куда заходит, не знала до обыска. Это была реально спецоперация. И в Совете Федерации пришли не ради эффекта, а чтобы заблокировать Рауфа в зале одновременно с лишением иммунитета, как сенатора. Риск, что он уйдет за границу, был очень высок. Неделю мы эвакуаторами таскали из одиюха советские лимузины, чайка и антиквариат, чтобы обратить их в доход государства. Третий день под калиткой у нас стоят потерпевшие. Сегодня пришел мужчина, у которого Рауль три года назад купил табун лошадей и не заплатил, кормил постоянно завтраками. А теперь у Арашуковых проблемы и лошадок отдают на мясо. Сидит, пишет заявление многоточия. Заявители, если честно, нам даже мешают. У нас и так гигантский объем работы по газовой сфере многоточия. А вот теперь главное. Арашуковы жили за счет предприятий Газпрома. Их личная охрана оформлена на ЧОП «Ставрополь-Регион», которая выигрывает тендеры у «Ставрополь-Регион-Газа». Их водители в Ставрополе и Сентуках-Хабезе в Москве оформлены как газовики. Обе старшие дочери Арашукова на хороших должностях на предприятиях Газпрома и не стеснялись звонить туда и требовать зарплату, хотя никогда не переступали порога этих организаций. Нелли, жена, была оформлена мастером. Десятки крузаков, мерседесов, на которых катались многочисленные родственники. Это служебные машины. Даже огромный Аудиюх Пелос топился через врезку в трубе. Воровали газа где-то на миллион рублей в месяц. Ну то есть все, что могли, люди вешали на «Межрегион-Газ». Руководство «Газпром-Межрегион-Газа» не могло не знать о деятельности семейства, потому что о ней докладывалось на всех уровнях последние 15 лет. Из-за фактов мошенничества в бытность Рауля главой «Газпром-Межрегион-Газа» Ставрополь у предприятия было украдено более миллиарда рублей на реконструкции сетей. Все, в скобках, все от обследования до ремонта было сделано только на бумаге. В 2011 году президент Медведев снял Арашукова с поста гендиректора. Но ничего не поменялось. Газовики Северного Кавказа в отпуск не могли уйти без согласия Рауля. А значит, руководство «Газпром-Межрегион-Газа» все устраивало. Руководит «Газпром-Межрегион-Газом» Кирилл Геннадьевич Селезнев. Сейчас мы боремся за то, чтобы возместить российскому государству нанесенный Арашуковым ущерб, а «Газпром» их даже еще и не уволил. Вот такие вот дела. Фото «В августе 2018 года родственники убийцы Капсергенова и убитого Шебзухова побратались и вместе вышли на митинг перед Следственным комитетом под лозунгом «Не дадим развалить уголовное дело». Фото предоставлено следственно-оперативной группой. Фото «Генерал Булатов, перестаньте покрывать убийц!» Фраля Шебзухова. Подпись к фото. Враг убитого Фраля Шебзухова Руслан протестует против неформальных отношений заказчика убийства Арашукова с начальником Следственного комитета Карачаева-Черкесии Булатовым. Фото предоставлено следственной оперативной группой. Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка. Тяжелый предмет, однако. И красивый. И дорогой. Очень дорогой. Фото. Подпись к фоту. Кто не понял, тот поймет. Ждите. Вопрос времени. Лайков 591. Оперативник центра «Э» КЧР пытался допросить помощника сенатора Гузера Хошакуева на фото слева. Арашуков выложил в инстаграме пост. Кто не понял, тот поймет. Ждите вопрос времени. На опера возбудили уголовное дело. Вот такой вот оборот дела. Фото. На фото. В родовом ауле Арашуковых Хабес есть школа имени Арашукова. Многоточие. Еще одно фото. Улица. Надпись на вывеске. Улица Туркбия Арашукова. Улица имени Арашукова. Фото. Надпись. Фото. И мечеть имени Арашукова. Еще одно фото. На фото. Надпись. Центральная соборная мечеть Хабесского района имени Туркбия Арашукова. Подпись к фото. Скромность явно не считается здесь украшением. Фото. Улица имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Подпись к фото. Рауф очень хотел дружить с Рамзаном Кадыровым. Но не вышло. Фото. Молодой сенатор Рауф любил приглашать к себе знаменитостей. Кто же это знаменитость? Наверное все ее и так знают. Не будем про нее говорить. Фото. Все могут короли. Газовые тем более. На фото. Малая толика изъятого при обысках. Фото предоставлено следственной оперативной группой. Богатство нажитое непосильным трудом или воровством. На фото. Малая толика изъятого на обысках. Фото предоставлено следственной оперативной группой. Фото. Какая-то красивая вещь. Читаем. Малая толика изъятого на обысках. Фото предоставлено следственной оперативной группой. Колье, ожерелье, что-то типа этого Фото, подпись к фото Одно из имений Арашуковых в Хабезе Еще есть дома в Весентуках, Ставрополе, Москве И целый огромный отель Адиюх Пелос Фото предоставлено следственно-оперативной группой Фото По оперативной информации, Рауф Арашуков Заказал убийство начальника службы безопасности Генерала Хабсирокова Али Афаунова